Уезжаем из Ла Фортуны, от Ореналя, и дальше мы собираемся заехать в одно место, посмотреть на реку, у которой вода синего цвета. Поселочек называется Ореналь. Свернули мы от озера, и больше его не будем проезжать. Сейчас покажу, как выглядит поселок сам. Вообще, здесь по дороге вдоль озера, мы ехали, не знаю, километров 30, было очень красиво. Разные маленькие тоже поселочки, домики, очень красиво, живописно, травка зеленая, и тут посвежее, то есть не так душно, очень классно. У нас снова какие-то эксперименты, едем и не знаем, приедем ли мы куда-то или нет. 16 километров надо по этой грунтовке проехать до трассы основной. Вот так живут здесь люди. Конечно, место немного глуховатое, но очень красиво. Все зеленое, ухоженное, чистое. Супер! Ну что ж, мы подъехали к реке с голубой водой. Сейчас посмотрим, действительно ли у нее вода голубая, и покажем вам, она вот здесь вот внизу. Ну что ж, едем дальше в Катиру. Нам остается примерно 4 километра, и там мы пообедаем. Вот мы на месте, зашли в местное кафе, и просим меню, тут даже меню нет. Просто сказали касадо, и заказали касадо с рыбой. А здесь вот такое касадо. Ну что ж, поели, соде в этой местной, все в принципе вкусно было. Единственное, какие-то странные бананы, сухие, непонятные, мы их есть не стали, маленькие. Были жареные платаны, да и сухие, маленькие бананчики, они, конечно, невкусные. И еще здесь подавалась свекла с яйцом, и соус типа что-то майонезного, но не майонез. Но достаточно вкусно было. Брали с рыбой, вышло на 7 тысяч с бутылкой колы и водой, да? Да. Все, едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok На подъезде к Либерии, где-то за километр или два заехали на заправку. Ну, честно говоря, еле докатились, думали, что не хватит бензина. И бензин подешевел резко. Мы, когда приезжали в Кустрику, стоил 614 колонн за литр. Потом стал стоить 680, да, последний раз. Ну, да, он постепенно. Да, 680, по-моему, стоил. А сейчас мы заправили полный бак на 3 тысячи, да, и бензин стоит... 30 тысяч, 3 колонны. А, фу, 30 тысяч, конечно. Ну, 3 тысячи рублей примерно, ну, больше, конечно, чуть-чуть. И бензин стоит уже не 680, сколько? 500? 530. 530. Зашли в KFC, но нам, в принципе, интернет очень нужен. Ну, я не знаю, что вот это за штука. Очень классный напиток. Рот, бир. Сладкая, да, и немножечко похоже чем-то на пиво. В Валькока ищем жилье. Мы без интернета. И не получилось забронировать сегодня, на сегодня жилье, поэтому немножечко проблематично. Надеемся, что сейчас все-таки разберемся и найдем что-нибудь. Время 9 часов вечера, и мы заселились в Валькока. Нашли номер, собственно, вот такой. Все как обычно. И ванна, и ванна с этим, с душем, туалетом. Единственное, Валькока, это все стоит в два раза дороже. Ну, практически. По сравнению с другими местами, здесь нигде... Ну, то, что мы смотрели, из таких дешевых вариантов, нет завтрака нигде. Например, сегодня мы ночевали в Ла Фортуне, и там стоило 12 тысяч, здесь 22 тысяч. То есть в два раза дороже, плюс там завтрак был. Там даже меньше 12 тысяч, 11 300, 11 400. Номер был не хуже, даже больше в тихом месте, в спокойном. И я что-то думал, в Ла Фортуне как раз-таки будет, ну, не дешево. А там получилось совсем нормально. Здесь 2 100, это самый минимум. Но мы заехали вот в этот номер. Как-то так. Завтраки, планы. Хочется посмотреть, что это из себя Валькока представляет. Но это, я уже сейчас понимаю, что это очень туристическое место. Здесь много народу, здесь бары тоже заполнены. И вот это мне не совсем нравится. Здесь, хотя сейчас и не сезон, в принципе-то, но здесь полно народу. Очень много машин, трафика, даже вечером в субботу. Плюс самолеты пролетают над головами. Ну, как бы это не особо мешает, но это есть. Попланирую встретиться со Стасом с канала Travel My Life. Просто познакомиться давно, смотрю их еще с Таиланда, с 2014 года примерно. И все, и поедем домой, походим, ну, поедим где-нибудь здесь, посидим в кафешке в какой-нибудь, по набережной. Конечно же, погуляем, посмотрим, как здесь все это устроено. И поедем домой, ехать нам достаточно долго. В принципе, и на этом наш маршрут закончится. Планируем завтра добраться до Бихуку. 270 или 280 километров. Но здесь это гораздо дольше проходит. И все. Ну что, мы выезжаем отсюда, из этого хостела, и направляемся в сторону набережной. Вниз, вниз по дороге, к океану. Сейчас где-нибудь там позавтракаем. И потом все-таки попробуем встретиться с Стасом, немножко пообщаться, передадим ему его курагу с гречкой. И поедем уже, наверное, в сторону, ну, в сторону дома. Может быть, по пути заедем еще в какие-нибудь места интересные, посмотрим, что там у нас будет. Возможно, какой-то водопад. В принципе, вот эта улица, наверное, главная идет сверху вниз, если правильно так сказать. Она основная и здесь сосредоточена. Вот я смотрю по сторонам все эти кафешки, различные торговые палатки. И упираемся мы в океан. Нельзя прямо проезжать. Здесь мы сворачиваем вот сюда. Вот так здесь надо аккуратно, люди ходят. Проезжаем и упираемся. Получается, да, вот она набережная. Полиция стоит. И сейчас... Ага, здесь вот так вот сделано у нас. Манго еще висят, кстати. Ох, сколько лодок здесь стоит. Сейчас мы проедемся где-нибудь, развернемся и найдем место для парковки, наверное. Собака. Собака. Здесь вот улица заканчивается. Остановились, чтобы поснимать океан. Сейчас посмотрим, что здесь у них. Бухта такая, да, красивая получается. И островки на горизонте. Песок. Здесь, конечно, вообще какие-то следы автомобилей. Здесь, наверное, и не отдыхает-то некто, получается. Вон там все, да, у нас. С той стороны, с правой. Тебе нравится? Не очень. Не, а вот там вдалеке, мне кажется, красиво. Где деревья. Сейчас, наверное, отлив, потому что вода, я вижу, далеко ушла. Песок. Ну, он такой серенький, да, с черным смешанным. Еще здесь момент один. Вот эта речка сзади, она, получается, вытекает. Я так понимаю, вот из этих ответвлений от главных улиц. От главной улицы. То есть, здесь нет канализации. Сливается все в реку. И, скорее всего, это сливается, вытекает в итоге все в океан. В этот момент. Тут после страны. Не очень, не, ну да, я и говорю. Вот это вот все вот сюда вытекает. Нет, ну вот там, вот там подальше мне нравится. Там, наверное, интересно. Я через речку мы не пойдем. Плюс здесь очень много лодок. И тоже из них, скажем так, какие-то выделения там бензина с маслом вытекает сюда же. В океан. Чистоту воды не проверял. Купаться мы здесь не собираемся. Наверняка сказать невозможно. Просто говорю, что увижу. Предположение строим. И сейчас хочется прогуляться по набережной. Посмотреть. Не, ну, мне на самом деле нравится такая бухта. Она не очень большая. Достаточно симпатична здесь. И вот эти вот островки на фоне делают вид еще более презентабельным. Ну, вот и, собственно, сама набережная. Здесь есть душ. Это очень, конечно, классно после океана обмыться сразу. Сто процентов. Нам его не хватает. Как она называется? Для скейтеров, да, площадка. Рампа или что это. И вот такая набережная. Не, классно. Мне нравится. Баскетбол игра. Играть можно стоят щитки эти. Чисто. Хорошо. Еще достаточно рано. Народ только подтягивается сюда. На пляж еще никого нет. Вот как-то так. Ну, практически все ее уже прошли. Наверное, сколько минут? 5-7. Она небольшая. Здесь, конечно, отдохнуть можно. Но это вот так, чисто. Бары одни, кафе, караоке. Что-то такое развлекательное. Чисто вот туристическое место. Самое настоящее, что ни на есть. И вот здесь получается еще одна река вытекает с другой стороны. Справа. Я извиняюсь. Да, ничего страшного. Это привык, я его уже снимал. Ну, несколько раз. Ну, я видел. Я смотрю знакомое лицо, да, точно. Да, да, да. Поздравляю с днем отца. И у нас в Коста-Рике отмечается День Матери и День Отца. Так что сегодня мы отмечаем День Отца. Всем привет, ребят. Это Стас, канал Travel My Life. Наконец-то мы познакомились, смотрю, с 2014 года примерно. Стаса. И не верю своим глазам, что увидел его вживую. Да ладно. На самом деле мы уже пообщались примерно час. Маловато пообщались на самом деле. Я думал, подольше. Я думал, вы на несколько дней здесь задержитесь. Но у меня тоже дела. И я надеюсь, что мы увидим еще ребят здесь в Плащ-дель-Кока. Не знаю, насколько этот город мог вам за несколько часов понравиться или не понравиться. Вы даже до набережной, по-моему. Нет, мы прогулялись. Прогулялись. Ну, в любом случае, ребят сказали, город дорогой. Так что это уже первые полчаса они сюда не приедут. Ну, может быть, я приеду куда-нибудь там, где-нибудь увидимся. Я еще мало где был в Коста-Рике. Но я тоже рад знакомству. Мне тоже очень было приятно познакомиться со Стасом. Передали ему пакетик наш. Да, за это вообще спасибо. Здесь семки, курага и гречка. Ну, это там еще гречка и курага. Курага, да, чуть-чуть еще. Вот, какой-то ассортимент, который покатался по Коста-Рике. За что большое спасибо. И круто, круто. Ладно, что будем, наверное, прощаться. Веронике, привет. Да, перед там обязательно. Давай прощаться. Все, увидимся. Все, было очень приятно познакомиться, Стас. Пока-пока. Пока. Попрощались с Стасом. И вот возле парковки нашей машины есть футбольное поле. Здесь играют девушки. Смотрите. Футбольное поле. И вот там вот через дорогу уже океан, набережная. Все наблюдают, смотрят за футболом. Кстати, я особо и не видел, что костариканцы расстроились. Вот этот мужичок, хозяин, я не знаю, кафе, очень классный. Он хорошо разговаривает по-русски. И с ним вот прям вот мы разговаривали о футболе. И, ну, такой молодец, веселый, поднял настроение. Все классно, все очень понравилось. Действительно, очень мало времени. Ну, что и такое, один день всего лишь мы в Алькока побыли. И, ну, сказать наверняка ничего нельзя. Потому что здесь очень туристическое место. Много народов. Хотя Стас сказал, что это еще немного. Но сравнивая, опять же, с нашим Бихуко, там все спокойно. Так тихо, деревенько. А здесь, конечно, здесь, конечно, весело. Весело. И однозначно хотелось бы задержаться на подольше. Вот так. Еще пообщаться с ребятами. Немножко мы неправильно маршрут спланировали. Ну, что ж, что ж поделать. Пора возвращаться нам уже обратно. Сейчас изучаем карту, как нам ехать обратно. Есть вариант поехать через Либерию, обратно в Либерию вернуться. Вот здесь водопад есть. Нам Стас показал, где-то вот здесь, в этом районе. Или же поехать, как мы собирались, вот так. От Алькока сюда вниз. Вот по этой дороге, да, получается? И по пути здесь очень много, я смотрю, водопадиков отмечено. Ну, не знаю. Наверное, пойму так, да, все-таки? Ну, да. Ну, все, определились. Наконец-то мы едем через Либерию. И заедем на водопады в Багасас. Перед Багасасом. Вот так. Покидаем. Прощаемся с Алькока. Жарко, нравится. Жарко? Ну, я бы не сказал, у нас так же примерно. Не знаю, минута. Еще жарче. Ну, да, душно. Ну, на улице душно, действительно, я его сам запотел. Вот это Пацифика, знаменитый Кондо. Красивый, рядом с ним автомеркадо. Вот такой въезд. Конечно, очень красивый, зеленая территория. Классно там. Наверное. Ну, что, нашли мы водопад. Въезд вот здесь, сзади нас. И стоит это 7 долларов. С человека 4000 колонн, получается, с одного. И после этого поста, как оплатили, можно проехать. Там не нужно парковаться. По-моему, она сказала, что около километра или двух. Прослушал. Сейчас посмотрим, поснимаем. Может, ты искупаешься, честно говоря, мне жарко. Не, может быть, искупаться нечем. Наверное, даже искупаемся. Сейчас посмотрим. Вот она парковка. Сейчас поставим машину и пойдем. Спускаемся по ступенькам. Красота. 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 В общем, классный водопад. Нам очень понравилось. Уезжаем отсюда. Мы пробовали недолго. Буквально часик, наверное. Накупался я. И, в принципе, место хорошее. Такое, как пляжик даже. Вода падает. Мужичок играет в музычку живую. Плюс есть спасатель. На чем? На ксилофоне. Да, Аня говорит на ксилофоне. Плюс спасатель есть. Он наблюдает за всем. Сюда, конечно, по-хорошему. Можно на полдня приезжать. На подольше. Там тенечек. Расположиться на этом пляжике. Взять каких-то там сэндвичей, кофе с собой. Можно спокойно отдохнуть по полдня. Отлично. И вода освежающая, скажем так. Она не ледяная, освежающая. Все. Выезжаем снова на трассу Либерия. Либерия, вот эту магистраль. И едем дальше в сторону дома. По пути решили заехать в Пунта Ренос. И сейчас, как подъедем, обязательно покажем. Ну вот, собственно, и сам Пунта Ренос. Пунта Реноси. Самая большая набережная пока, которую я видел. Самая длинная, да. И она тут действительно оживленная. Очень много народу, кафе. И парковщики вот эти вот входят, деньги собирают. Пляж, песочек, пальмы. Не, хорошая набережная. Красивая погулять. Мы едем дальше, выбираемся отсюда. Машин здесь много. Очень оживленно. Машин здесь много. На съезде с трассы, по которой мы ехали от Пунта Реноса в сторону Хако. Получается, нам вправо надо уходить. Стоит пункт оплаты 18... 180 колонн, да, стоил проезд. Примерно 18,5 рублей. 19. Вот так. Все. Теперь мы уже спускаемся... 60 километров до дома. 60 километров, да, до дома. И спускаемся вниз теперь с горочки к побережью Тихоокеанскому. И нам нужно заехать в Хако, закупить с продуктами в Максималии. И уже скоро будем дома. Погода отличная. Не очень жарко. Тучки. Самое то, что надо. А сейчас покажем знаменитый мост с крокодилами. Вы посмотрите на этих крокодилов. Это вообще гиганты. Ты посмотри, я вообще не представляю, что это за крокодилы такие. Американские крокодилы. Американские крокодилы? Да, похоже, они самые большие. Они очень здоровые, огромные. На ту сторону перебежим. Подожди, давай машина проносится. Сейчас попробуем на ту сторону перебежать. Перебегаем на другую сторону. Вот это крокодил. Сейчас покажем. Ты посмотришь. Что это за крокодилы вообще? Мутанты. Это у нас высота. Еще несколько метров 20. Я не понимаю, это вообще гиганты. Вот это крокодилы. Слушай, он как автомобиль. Он такой гигантский. Метро в пять лет не меньше. Вот это зрелище. Просто незабываемое. Туда бы не свалиться. Пойдем, ладно. Ну и нафиг. Вы видели, это вообще нереально. Такого размера огромный. Ну все, вот и закончилось наше путешествие. Отдаем машину. Мы уже в Хако. Осматривает парень. Смотрит ли, не прибавилось никаких царапин. Что-то еще. Но мы вроде ездили аккуратно. Никаких происшествий не случалось. Вот наша машина. Кстати, классная машина. Daihatsu Terios. Полноприводная. Но нам даже и не приходилось включать полный привод. В принципе, хватило бы и переднюю. Но единственная машина действительно должна быть повыше. Потому что очень много грунтовки. Где мы ехали по грунтовке, много дорог. Все, распрощались с машиной. Все в порядке. Отдали больше никаких платежей. И должны в течение пяти дней вернуть депозит на карту. По тысячу долларов, которые мы отставляли на кредитной карте. Все. Мы сейчас в Хако. Сегодня хорошая погода. Ждем Евгения. С Марилу. Они должны подъехать через час. Сейчас где-нибудь прогуляемся. Может быть, сходим на пляж. И поедем потом смотреть футбол. Субтитры подогнал «Симон»